На минувшей неделе главной новинкой российского рынка оказался кроссовер Хавейл Дарго, который поступил в продажу 9 июня и сразу рискует стать дефицитным, ведь предварительные заказы, по уверению Хавейла, превысили первоначальную квоту. Где-то на подходе и Лада Гранта в упрощённом исполнении классик. Завод собрал первую партию машин, которая отправлена к дилерам и оказалась оснащена лучше прежнего, если закрыть глаза на отсутствие АБС и системы стабилизации. А вот Гориковский автозавод неожиданно привёз в Москву предсерийный Соболь НН, который показали не журналистам, а потенциальным клиентам, гостям бизнес-форума «Неделя российского ритейла». На российский рынок выходит Хавейл Дарго, самый современный, технически продвинутый и дорогой кроссовер марки в России, построенный на свежей модульной платформе Лемон. Исходный Хавейл Дагу, то есть большая собака, продаётся в Китае с января 2021 года. Однако экспорт начался лишь минувшей зимой, и российский офис Хавейла сразу начал готовиться к локализации моделей. На этой же платформе Лемон построен Джолион, младший кроссовер Хавейла, который год назад начали выпускать в Тульской области по полному циклу со штамповкой кузовных панелей. Начальная партия Дарго тоже собрана на Тульском заводе, но пока вся кузовщина импортная. И в нынешней ситуации представители Хавейла не берутся предсказать, как будет углубляться локализация, и не придётся ли перейти на импорт товарных машин из Китая. Изначально для нашего рынка сертифицировали два варианта внешности, но в продажу пошёл только один – с прямоугольной решёткой, украшенной хромированными элементами. Колёса всех версий 18-дюймовые, а под защитой моторного отсека мы намерили честные 20 сантиметров дорожного просвета. В отличие от Китая, где базовая переднеприводная машина предлагается с полуторалитровым мотором, в России представлен только двухлитровый вариант. Эта турбочетвёрка – совершенно новая, с непосредственным впрыском, умеющая работать по экономичному циклу Миллера, однако адаптированная под 92-й бензин. Коробка передач – уже знакомый по другим Хавейлам семиступенчатый преселектив мокрого типа. Полный привод организован посредством муфты Хальдекс, но более подробно о технике мы расскажем в программе своими глазами. В базовую же комплектацию Comfort включены светодиодные фары, 6 подушек безопасности, 10-дюймовая мультимедийка, однозонный климат, подогрев передних сидений, руля и лобового стекла, а также задний датчик парковки и круиз-контроль. О ценах в наше своеобразное время говорить сложно, однако на дату начала продаж базовый переднеприводный Дарго стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Еще за 200 тысяч вы получите полный привод, а самый дорогой вариант стоит без четверти 4 миллиона. Для сравнения, обновленный совсем недавно Хавейл F7 стоит на полмиллиона дешевле, а старший рамный Хавейл H9 на целый миллион дороже. Ободранная, голая, облысевшая, каких только эпитетов не удостоилась со стороны заводчан антисанкционная версия Лады Гранты, которую пришлось избавить от европейских комплектующих. Однако новинка внезапно удивила неплохим оснащением. Новоиспеченная Лада Гранта Классик получила окрашенные молдинги дверей, электропривод боковых зеркал, а в качестве опции 15-дюймовые легкосплавные диски, хотя штатное оснащение — колёса диаметром 14 дюймов. Кроме того, вопреки слухам, в машине будут электроусилитель руля, электрические стеклоподъёмники передних дверей, крепление детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок и даже аудиоподготовка. Единственный доступный мотор — восьмиклапанник 1.6 отдачи 90 сил. Сам АвтоВАЗ скромно умалчивает, но агрегат отвечает эко-нормам Евро-2. Вполне возможно, что смена блока управления также повлияла на показатели по разгону и расходу. Вдобавок вазовскому бестселлеру пришлось лишиться антиблокировочной системы тормозов, а с ней и системы стабилизации. Со временем Гранта должна разжиться АБС китайской марки Треново, но это случится примерно через месяц. Стоимость новой комплектации обещают объявить через неделю-другую. Дилеры сигнализируют, что стартовая цена составит около 640 тысяч рублей, хотя ранее те же дилеры намекали на более скромную сумму. Конфигурация Classic будет доступна почти для всего семейства — седана, лифтбека, универсала, а также специальной модификации Drive Active. Исключения составили только пятидверный хэтчбэк и исполнение кросс. Появление упрощённой новинки позволило вывести АвтоВАЗ из затянувшейся спячки, которая длилась последние недели. Теперь автогигант планирует ежедневно выдавать по 400-500 машин. И это действительно серьёзная заявка. Правда, есть один важный момент. На таких машинах нельзя выезжать за пределы России. Исключение составят страны, с которыми предстоит договориться отдельно. Как минимум, это будут Белоруссия и Казахстан. Но для большинства россиян всё это несущественные мелочи, которые меркнут на фоне самой возможности приобрести автомобиль за разумные деньги. Ведь в разгар полупроводникового кризиса дилеры не стеснялись просить за Гранту по полтора миллиона рублей. В сети появились слухи, будто после недели успешной работы АвтоВАЗ снова прекратит сборку машин. Эту информацию уже растиражировали. Однако официальный Тольятти поспешил опровергнуть домыслы. АвтоВАЗ перезапустил производство на линии Лада-Гранта. Возобновлена работа всех сопутствующих подразделений. Ежедневный объём производства растёт, у нас есть необходимые компоненты для продолжения работы и в ближайшие недели. Как уточнил глава ВАЗовской пресс-службы, штат работников, который прежде состоял из нескольких подразделений, теперь представляет собой единый автосборочный комплекс. То есть может привлекаться для работы на любой из трёх линий. В июне будет работать только нитка, где собирают Ладу-Гранту. А в июле начнёт движение конвейер, с которого сходят Нивы, Ледженд и Тревел. Российский автопром обрастает новыми партнёрами. И в первую очередь в области электронных компонентов, включая блоки антиблокировочной системы тормозов, которые прежде нашим заводом поставлял немецкий Бош. В этом вопросе АвтоВАЗ сделал ставку на пекинскую фирму Треново Тек. Китайскую АБС сначала примерит Лада Ларгус, а затем и остальные модели. Как сообщает Дром, выпуск таких Ларгусов изначально планировался на конец июня, но китайцы задержали поставки компонентов, ссылаясь на ковид. Теперь, очевидно, запуск линии Б0 придётся отложить до конца июля. В свою очередь УАЗ начал искать альтернативу задолго до начала полупроводникового кризиса, выбрав продукцию китайского бренда APG. Их АБС представляет собой реинжиниринговый вариант антиблокировочной системы Бош восьмого поколения. Пока ульяновцы не сертифицировали внедорожники, оборудованные электроникой из КНР. Сейчас испытание проходит только буханка без антиблокировочной системы. Но очевидно, что получение новых сертификатов лишь дело времени. Кстати, если АвтоВАЗ сейчас начинает выпускать автомобили, отвечающие нормам Евро-2, то УАЗ продолжит делать машины пятого экологического класса. Кстати, о пресловутых санкциях. Ульяновский автомобильный завод впервые попал под адресные ограничения со стороны Евросоюза. В кратком пояснении говорится, что УАЗ наказан за поставки российским вооружённым силам внедорожников «Патриот». Попадание УАЗа под европейские санкции, помимо прочего, означает исключение из гаммы «Патриота» и пикапа модификации с французской автоматической коробкой передач «Панч Пауэр Глайд». Так что любителям автоматов лучше поторопиться. У дилеров такие внедорожники пока есть, при том цены почти не отличаются от рекомендованных. Кроме того, в шестой пакет ужесточённых антироссийских санкций Евросоюза также вошёл КАМАЗ. Формально производящий военную технику «Ремдизель» давно является отдельной компанией. Но такая рокировка европейцев не смутила. В санкционном списке «Ремдизель» указан отдельно со ссылкой на КАМАЗ. До недавнего времени компания «Фольксваген Групп Рус» собирала «Фольксвагены» и «Шкоды» для местного рынка на двух площадках — в Калуге и Нижнем Новгороде. Притом нижегородский конвейер не является собственностью немцев, а принадлежит группе ГАЗ. После того, как ГАЗ стал объектом американских санкций, стало понятно, что возобновить производство «Октавий», «Кодиаков», «Короков» и «Таусов» не представляется возможным. На недавно состоявшейся онлайн-встрече работникам предложили уволиться по соглашению сторон. Притом корпоративные смартфоны и ноутбуки, кому таковые полагались, разрешено оставить себе. Те, кто примут предложение до середины июня, сразу получат шесть окладов. Остальным предлагается рассчитаться до конца июня, а взамен получить стандартную месячную зарплату и пять окладов. Предложение касается 200 работников контрактной сборки, которые были наняты самим «Фольксвагеном». А вот персоналу со стороны группы ГАЗ увольняться не предлагают, так как они работали по срочным контрактам. А вот елабужский «Солерсфорд», где выпускали «Форды Транзит», продолжает стоять. Руководство площадки не делает резких движений, поэтому персоналу последние месяцы стабильно платят две трети от средней заработной платы. Как уверяет руководство Республики Татарстан, от боссов автопроизводителя нет никаких новостей. При этом компания выполняет обязательства перед персоналом, чётко и вовремя выплачивая обещанной компенсацией. В отсутствии елабужских «Фордов» и калужских фургонов «Пежо», «Ситроен» и «Опель», службы доставки, всевозможные маркетплейсы и другие ценители грузовиков «Однотонок» фактически остались без тягловой силы для своего бизнеса. Ведь «Газель» для многих задач слишком громоздка и неповоротлива. Поэтому нижегородцы спешат предложить рынку «Соболь-НН». То есть укороченную версию «Газели», которая легко проедет по узким улицам и загруженным складам. А главное — припаркуется во дворах, не создавая помех легковушкам. Всё это заслуга компактных габаритов. При длине около пяти метров фургон способен развернуться на скромном 11-метровом пятачке. При этом вместимость грузового отсека составляет внушительные 8 кубических метров. Пресс-серийный фургон неожиданно пожаловал на неделю российского ритейла, которая прошла в Москве. Посетителям бизнес-форума показали средний по высоте крыши вариант. Но вскоре появится низкое и высокое, а также пассажирское и грузопассажирское исполнение. В плане техники почти ничего нового. Во всяком случае, пока «Газ» располагает достаточными запасами дизелей «Камминс», к которым прилагается шестиступенчатая механика, созданная и выпускаемая силами самой группы «Газ». Но основным мотором предстоит стать новому трёхлитровому атмосфернику ОМЗ, который, в зависимости от версии, может работать на бензине, пропане или метане. Ну и, конечно, все ждут локализации некого загадочного дизеля. Напомним, что собственный двигатель на тяжёлом топливе газовцы анонсировали, презентуя новое литейное производство на своих мощностях. Но что это будет за агрегат, представителям Горьковского автозавода пока удается скрывать. А вот то, что Соболь-НН будет выпускаться и в электрической ипостаси, вообще не секрет. Начинку аккумуляторный вариант получат от родственной «Газели» и «НН», что, например, уже возят пассажиров из Нижегородского аэропорта Стригина. Также представители марки «Газ» не скрывают, что следующим после электрификации шагом станет внедрение полного привода. Ради этого инженерам пришлось заново спроектировать переднюю независимую подвеску. Если дебют нового Соболя 4х4 когда-нибудь случится, это станет серьёзным ударом по уазовской буханке. Помимо Соболя, импровизированная выставка достижений газа на неделе российского ритейла продемонстрировала несколько новых вариаций «Газели» НН. Например, рефрижератор для перевозки замороженных продуктов. Обычно такие надстройки много весят, но по причине толстых стенок не отличаются выдающейся вместимостью. Этот фургон — приятное исключение. Надстройка от нижегородской компании «Промавто» весит менее 800 килограммов, а внутри может поместиться до 13 кубометров груза. Усиленная теплоизоляция позволяет поддерживать температуру перевозимой заморозки на уровне минус 20 градусов Цельсия. Интересно, что силовые элементы рамы и кузова спроектированы таким образом, чтобы защитить фургон от деформаций во время движения по неровным дорогам. Так что теоретически изотерма должна быть долговечной. Заказчик волен установить любую холодильную установку мощностью до 2800 Вт. В штатное же оснащение входят 15 точек фиксации груза, камера заднего вида, система внутреннего освещения и сейф для хранения денег и документов. А нижегородская фирма «Форвард» построила фудтрак на газелевском шасси. Это автомобиль, в котором команда поваров может создавать кулинарные шедевры на массовых мероприятиях, выездных праздниках и вообще где угодно. Поэтому в просторном кузове есть варочная поверхность, мангал, фритюрница, тостер плюс кофемашина и микроволновая печь. Два стола, система подвода воды и вытяжная вентиляция гарантируют комфортные условия работы для трёх человек. К слову, один стол оснащён охлаждаемой поверхностью для заготовки продуктов из мяса, рыбы, птицы и некоторых видов овощей. При этом вместо базового варианта можно соорудить кухню какой угодно конфигурации. Скажем, строго заточенную под кондитерские изделия или свежие морепродукты. К электросети фудтрак подключается через специальные розетки, а для полностью автономной работы предусмотрен бензиновый генератор. Во время движения работу холодильного оборудования поддерживает встроенный аккумулятор. У обеих выставочных «Газели» под капотами скрываются турбодизели «Камминс», пока доступные покупателям. К ним прилагаются шестиступенчатая механика и задний привод. Но кроме дизельного агрегата также доступны бензиновый и битопливный моторы ОМЗ. Продолжение следует...